Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре у меня будет вот такой вот нотик. Он сейчас стоит передо мной, но сначала я хотел поговорить про характеристики. Собственно, идея какая у меня, что я хочу потестить. Я хочу понять, насколько реально работает на вот таком вот агрегате с Athlon Silver 3050U и 4 гигами памяти при наличии твердотельника, в принципе, неплохого на 256 гигов, и, соответственно, десятки. Обычно, когда я клиентам подбираю нотики, я стараюсь брать что-то более-менее хотя бы там уровня i3, i5 или Ryzen какой-нибудь. Ну вот эти все Athlon, Intel Atom и так далее, я все стараюсь не брать, потому что считаю, что это прям шлак-шлаковый, тормозной, ужасный и так далее. Или там AMD-шки А-серии есть, там А6, А4, вот эти А10 даже. Все это было дико тупое. Но опять же вопрос, может быть тогда твердотельные диски не были так распространены, поэтому это было все реально очень тормознуто. И там и процессов не хватало, и дисков не хватало. Иногда мне приносят системники, не системники, а ноуты приносят, где вот мы даже диск меняем на твердотельник, и все равно в большинстве задач я смотрю, что все упирается в процессор. То есть процессор там при любом открытии браузера или офиса загружен на 100%. То есть ну прям вообще тяжело ему. Так вот, я обычно беру что-то адекватное, i3, либо Ryzen, но в этом случае был такой запрос. Был нужен ноут, который постоянно будет возиться с собой в машине. То есть это как раз вот что-нибудь типа 14 дюймов. То, что меньше, я считаю, уже сложно там что-то на нем разглядеть или что-то в нем поделать. Вот. И на этот ноутбук будут скидываться фотки периодически. И, ну там с объектов будут фотографироваться и скидываться, насколько я понимаю. Плюс задача там открыть какой-то офисный документ, может быть открыть PDF-ку, может быть открыть какой-нибудь автокадовский там чертеж просмотрщикам. Чисто посмотреть, то есть без редактирования. То есть нужен прям минимум-минимум, но основное это офис и скидывать фотки. То есть прям ноут ни для чего не нужен. И поэтому я подбирал что-то минимально простое, но с твердотельником. И с виндой готовый уже с десяткой. Ну точнее такой вариант попался. С виндой готовый десяткой. Можно было отдельно поставить, но там люди заморачиваются насчет лицензии. Поэтому им лицензия встала бы, ну даже по Авито, по ценам Авито, она бы им встала там несколько тысяч. Вот. Поэтому подкинулся, ну как бы попался такой вариант с виндой с десяткой. Ну я его и взял. Тем более еще винда 10 Professional. И ценник 25 890. Я его взял чуть дешевле. Я его взял за 23 890, но тут уже курс подпрыгнул и он успел подорожать. Ну так вот, сегодня я хочу его посмотреть внешне. Ну вам показать. Сам-то я его уже посмотрел. И после этого попробуем на него поставить стандартный набор приложений. И вы сами в процессе установки, я думаю, оцените и посмотрите, насколько он тупой. Ну и я, собственно, сам тоже погляжу, насколько вот эти вот Athlon Silver и аналоги с 4 гигами памяти и твердотельным диском вообще имеют право на жизнь, на существование. Можно ли на них хоть что-то делать или это прям тупизм-тупизм? Ну, небольшой спойлер дам, что в принципе я вчера тут тестил интернет на этом ноуте и он более-менее нормально работал. Но больше я на нем ничего не делал. То есть все приложения, которые есть, все из коробки. Все, что шло от производителя, все стоит. Ничего пока не трогал. Вот. Буду его сейчас оптимизировать. Так, ну что, перейдем к нотику тогда. Сейчас мы воткнем другую камеру. Собственно, вот вам сам ноут. Матрица там простенькая. Разрешение там 1366 на 768. Матрица ТНная. Ну, как бы бюджет-бюджет. Понятно, что 24 тысячи всего лишь. Ну, а вот смотрите, что у него есть. Короче, так сейчас вот как-нибудь так. Он шершавый. Абсолютно никаких глянцевых поверхностей нет. Шершавенький здесь, шершавенький здесь. Тут где-то вентилятор находится внутри. Боковых отверстий тоже никаких нету под вентиляцию. Сзади тоже ничего нет. Еще мне понравилось, что здесь, во-первых, хорошая петля. Смотрите. То есть, если мы откроем, то получается, что крепеж здесь идет к корпусу, и крепеж здесь идет к корпусу. То есть, в принципе, у нас экран находится вот на таком толстом креплении. И если мы его открываем за экран и закрываем, то у нас, в принципе, тут достаточно хороший крепеж. Это все не гнется, не играет. Плюс мне нравится, что здесь сделано удобно вот это вот. Когда экран открывается, у некоторых ноутбуков бывает так, что он является и дополнительной ножкой. То есть, он открывается как бы вниз, приподнимая ноутбук. Не самое удачное решение, потому что, ну, как бы... Я считаю, что это вопрос больше в... Ну, могут быть какие-то случайности. То есть, нажали сильно на ноутбук, открыто еще что-нибудь, петли сломаются. Здесь такого нет. То есть, в принципе, вот у него одна резиновая ножка, вот у него вторая длинная резиновая ножка. И сам экран, когда открывается, он никак толщину ноутбука не увеличивает. То есть, ноутбук все время остается устойчивым и менее... Ну, в общем, меньше шансов его сломать, что-то у него сломать. С одной стороны у него USB Type-C. USB Type-C у него порт. Рядом замочек под тросик. Ну, в общем, чтобы не украли. И там у него название такое страшное, длинное, не хочу произносить. И microSD, слот под microSD-шки. То есть, в принципе, то, что им там фотки надо скидывать, как раз будет удобно. Дальше, с другой стороны, у нас есть HDMI-ка, порт, я так понимаю, наушники, микрофон. Две USB-шки, я думаю, что USB 3.0 уже. И у него даже LAN есть. Смотрите, какая прелесть. То есть, как у каких-то профессиональных нотиков, которые там 50-60 стоят, 14-дюймовые. У него есть LAN. То есть, тоже полезно, где нет Wi-Fi, есть провод. Иногда в офисах по проводу работают. Ну, короче, еще один из вариантов подключения. Это, блин, удобно, это здорово. Вот. Давайте еще раз вернемся к характеристикам. Что у нас там внутри? Как я и сказал, 3.66 на 3.68 экран у нас. Двухъядерный Athlon Silver 3050. U. Твердотельник M2. PCI-Express. 256 гигов. Два слота под модули памяти. Я так понимаю, 1-1-4 уже стоит. И можно еще докинуть 4-шку, и будет 8 гигов вообще. Wi-Fi к последнему, ну, как предпоследнего поколения, да, AC. Это хорошо, это здорово, потому что N-диапазон уже сейчас сильно перегружен. Гигабитный Ethernet. Bluetooth 4.2, не пятерка, ну и ладно. Ну, видите, порты USB 3.0, как я сказал. Две штучки USB Type-C, одна штучка HDMI-выход. И винда Professional из коробки, что вообще бомба. Тем более за такие деньги. Максимальное время работы от батарейки 7 часов. Ну, не самый крутой вариант, но опять же, помним про бюджет. Бюджет у нас копеечный. Вот, по весу он 1,47 кг. Не самый легкий вариант, он такой средней толщины, но зато дешево. Так, ну что, друзья, теперь, я думаю, надо... Сейчас мы вернемся обратно. Опять включу камеру. Адаптер от него хотел показать. Адаптер маленький достаточно. По мощности там что-нибудь вообще копеечное. 19,5 вольт, 2,3 ампера. 45 ватт. Адаптер малюсенький. Вот, смотрите, по сравнению с рукой адаптер совсем маленький. Много места не займет, много не весит. В принципе, наверное, по буку все. Все стеночки покажу. Да, камера у него без шторки, без ничего. Камера просто как есть. Бывают там всякие закрывашки на Lenovo делают, но в данном случае нет. Тач, в принципе, две кнопочки отдельные, не в самом таче. Сам тач ненажимаемый. Клавиатура, кстати, мне не очень понравилась, потому что русские буквы маленькие, английские буквы здоровые и по центру. А русские куда-то в уголок засунули. Ну, это, в принципе, не страшно, потому что обычно люди просто привыкают как бы боковым зрением, в общем, замечать буковки и печатать. Те, кто более-менее профессионально печатают. Цифровой клавиатуры нет, но он 14-дюймовый, поэтому ему и не положено. Ну и, наверное, все. Да, если разбирать корпус, разборка не самая простая. Это не просто снять крышку, получается, вот они винты, раз-два винты, а все остальное, наверное, на защелках будет. И видите, все-таки здесь нету, на этой грани нет размыкания корпуса, поэтому вот эти все порты придется защелкивать. Всю вот эту часть, всю вот эту крышку заднюю и вот эти все боковухи придется защелкивать и снимать. Ну, достаточно проблематично. Вот особенно здесь ряд защелок будет, скорее всего. Ну и здесь, соответственно. То есть, отдельно крышка задней не снимается, как у более дорогих моделей. В этом, конечно, есть сложность. Не самый удачный вариант для разборки, если добавлять туда памяти. Ну что, друзья, попробуем сейчас его включить. И я пойду ставить на него стандартный набор программ. Плюс оптимизировать винду. И посмотрим вместе, насколько он вообще шустрый. И можно ли такие буки брать. Например, добавлять в них 4 гига памяти или 8 гигов. И получать из них полноценный такой рабочий комп. Хотя бы офисные, фильмы, посерфить, с документами поработать. Ну, как бы, насколько это комфортно вообще, не тошнит ли от производительности. Ну все, друзья, поехали. Сейчас я не деск поставлю и будем подключаться через удаленку и его набивать всяким разным ценным нужным. Так, друзья, продолжаем разговор. В общем, загрузил я ноут, открыл браузер и зашел на 140200.pro к себе. Вот здесь есть такой раздел программы на каждый день для чистой ОС. Open, OpenShelf, Fast-On-Image Viewer. Ну то, что я обычно ставлю, кубиторн сюда не будет. Суматру я последние разы уже не устанавливаю, потому что какой-нибудь браузер типа Edge все отлично открывает. Вот 7-Zip нам нужен. Ну, в общем, смотрите, сейчас пройдемся по списочку. И, наверное, 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 я думаю, начать надо с браузера. Давайте вместо Edge что-нибудь, не знаю, там человек пользуется, чем не пользуется. Давайте Chrome поставим и давайте, наверное, Mozilla поставим. И будет еще и H3 браузера, в принципе, на любые случаи жизни. Так, Mozilla забираем. Подключил напрямую через HDMI к карте видеозахват. Сначала карта у меня ругалась, говорила, что защищенный контент. Но китайский разводник с одного HDMI на два решил все эти вопросы. Никакого защищенного контента в HDMI сигнале не осталось. Так, браузер, да. Теперь нам Chrome нужен. Не надо разрешить, не разрешать. Так что сейчас вы, в принципе, в реальном времени видите производительность. Мышка может быть немножко подлагивает, но это вопрос записи и передачи сигнала. У меня мышка не тормозит. То есть у меня как бы все хорошо на ноутбуке. Я сейчас на нем сижу и все делаю напрямую, без всяких удаленок типа AnyDesk. Так, браузер у нас загрузился. С Chrome на что? Тоже загрузился? Не надо. Просто поставься, пожалуйста. А, уже там он открылся. Отлично. Офис я сюда уже скинул. Такие забавные записи. Ну-ка, F5 у нас как работает? Не обновляется? Странно. Так, ну в общем, что могу сказать? Левая сторона у него греется прилично. Хотя... Сейчас я просто попробую тут, как оно по ощущениям. Может вам даже покажу. В общем, вот здесь при работе левая часть, ну, достаточно сильно нагревается. Ну, как сильно? Градусов 40 примерно. То есть просто руке тепло. Но если учесть, что боковой вентиляционной решетки у него нет. Ну, в принципе, снизу он тоже тепленький. Такой тоже градусов на 40-45. Но сейчас в комнате достаточно тепло. Градусов 28. Так что стоит это тоже учитывать. Так, ну, переходим обратно на рабочий стол. Так, для начала сделаем расширение имен файлов, чтобы я все это видел. Дальше у нас нам нужен Chrome. Плюс я его только что к интернету подрубил. Возможно, он сейчас полез скачать обновление или еще что-то там делать. Так, Firefox нам тоже нужен. Офис я уже сюда предварительно скинул. Чтобы не ждать, пока скачается. Так. Давайте посмотрим, что у нас с производительностью. Видите, что тут у винда делает? Узел службы локальной системы. Не знаю, либо это какая-то установка, конечно, чего-то. Либо это что-то тут винда за обновлениями полезла. Поэтому мышка может немножко подлагивать. Мкф сейчас поудаляем. А, ну и установка, соответственно, у нас идет. Установка браузера. Ну и вот видите, цп на сотку. Да, конечно, процессор здесь является ограничивающим фактором. Но не могу сказать, что это критично. То есть не раздражает. И сейчас еще, скорее всего, обновления полезли. Какой-нибудь вот Мкф обновляться пошел. Но это мы сейчас все поудаляем. Так, еще я хотел... Это там же можно. На 140-200 сходим. Так, H у нас что тут? Все докачал. Закрываем его. Мкф сейчас мы это все удалим. Кто у нас тут открылся? А, у нас хром доставился. Какой молодец. Молодец. Так. Далее. По умолчанию. Далее. Пропустить. Спасибо, не надо. Потом сами сделают. Так, ну вроде все. Сейчас попробую другую мышку взять. Не беспроводную. Может здесь батарейки садятся. А я думаю, что у меня нотик лагает. Так, подрубил другую мышу. О, по ощущениям стало гораздо лучше. Так, прям приятно стало работать. 100% загрузка. Системные службы в основном все съедают. Ну ладно. Я думаю, что он пошел за обновлениями. Так, здесь все скрываем. Здесь у нас... Тоже сейчас все поубираем оттуда. Так, нам нужно... Нам нужны программы на каждый день. И удаление программ. Нам нужен Hi-Bit Uninstaller. Идем на сайт. Нам нужен OpenShell. Идем на сайт. Fastone тоже идем на сайт. Кубиторрент здесь не нужен будет. Sumatra не нужна. CollideCodecPack пусть будет. Office я уже забрал. И 7-Zip тоже идем на сайт. Это, в принципе, весь минимальный рабочий наборчик. Так, загружаем. Что у нас? 64 бита. Есть. CollideCodecPack. Здесь Download. Здесь раздел Mega. Забираем. Так, и тут какой-нибудь сервер. Все, процесс пошел. Fastone Image Viewer. Вот он верхний. Download. Тоже забираем. Все, прошла закачка. Отлично. Закрываем. Так, OpenShell. OpenShell. Народ обычно просто плются от десяточного пуска. Вот этой штуки с квадратиками. Потому что очень долго надо скроллить, чтобы что-то тут найти. И это не очень удобно. Плюс далеко панель управления, далеко панель принтеров. Все это где-то глубоко закопано. Со мной часто спорят, мне часто пишут, как ты можешь этот пуск ставить. Вот 80-90% клиентов просят сделать человеческий пуск. Чтобы он был нормальный. Как в семерке. Потому что норма штука относительная. Так, Fastone мы скачали. Теперь у нас OpenShell. Вот он OpenShell. Забираем его тоже. И Highbit Installer. Так, и нам еще нужен тут есть чистилки. Раздела, раздел чистка. Здесь есть ViceDisk Cleaner. Тоже идем на сайт. А Highbit, наверное, посмотрим Learn More. И там есть Portable-версия. Portable. Забираем. Переносную. Потому что ставить нам в систему его особо смысла не вижу. ViceDisk Cleaner. ViceDisk Cleaner. Где он у нас? ViceDisk Cleaner. Не самая удачная ссылка. Ну вот он. Можно забрать. Пошла загрузка. Пошла загрузка. Vice можно прям в систему ставить. И ему, например, раз в месяц задавать задачку чистить винду. Так, ну у нас что, все вылилось вроде, да? Можно браузер закрывать. Можно браузер закрывать. Так, вопрос оптимизации системы. Значит, персонализация. Сейчас я хочу все-таки на рабочий стол вынести. Ну, можно сделать светлую. Потом можно кнопку картаны убрать. Мы сейчас все равно удалим. Поиск убрать. Скрытый. Вот это все тоже никто не пользуется. Только место занимает. Потом всякие Амазоны, дропбоксы. Все поудаляем сейчас. Это ты кто у нас? MyHP. А что ты делаешь тут? Что у тебя есть удобного? Оставить тебя или снести? Так. Бла-бла-бла. Приветствую. Приветствую. Что начнем? Вас приветствует HP. Гарантия облачное хранилище. Снимок экрана. Совершенствуйте панели задачи. Живите фотографии. Короче, бла-бла-бла. Всякая фигня. В основном, я так понимаю, тупо help, который не нужен. Типа мануала красиво. Так, параметры значков рабочего стола. Мой компьютер вытащим туда. Дальше на главную идем. Нам нужна конфиденциальность. Раздел фоновые приложения. Отключаем, чтобы это все быстрее работало. Дальше. У нас есть в системе такая штука, как уведомление действует. Тоже нахрен ее. Убираем. Так. Бу-бу-бу-бу-бу. Что у нас еще? У нас еще мой компьютер свойств. Сейчас мы его посмотрим. Так, корзинку куда-нибудь в уголок уберем. Мой компьютер сюда. Свойства. Здесь есть защита системы. Не знаю. Я бы вырубил нафиг, потому что в реальной жизни в десятке я не помню, чтобы она кому-то помогала. Если там все грохнулось, то там все грохнулось. Но десятка штука очень стабильная. Если на семерке это как-то оправдано, на XP это было прям очень полезно, то вот в десятке штука в принципе ненужная. Откаты иногда делают гораздо больше проблем в винде, чем было бы без отката. То есть, если уж десятка падает жестко, то там и откат тоже не помогает. Десятка вообще очень умный. Если какой-то драйвер не стартует, нормально, он его просто отрубает при старте системы. Так, включение пик от всяких прозрачных, затухание меню тоже не надо. Сглаживание, отображение поставим, скольжение, перераскрытие убираем, убираем, убираем. Вот так в принципе. Применить. Все это станет практически незаметно по красивости, но гораздо быстрее будут открываться и закрываться окошки. Так, ну пойдем, наверное, по порядку. Потом в конце, наверное, все это почистим. У вас здесь клинер. Ну давай, 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 давай. Оп. Да в принципе я не могу сказать, что вот как-то это... Ну чувствуется, что медленнее, чем самая простенькая резанька Ryzen какой-нибудь мобильный. Но все равно не могу сказать, что это как-то сильно напрягает. Так, и забыл я про 7-zip. Кстати, зачем вот Edge, интересно, вот эти файлы странные создает. Нулевые. Точнее, зачем он их не стирает? Я понимаю, что это может быть временно в процессе закачки файл создается, резервируется место. Но почему потом не стирает, непонятно. Так, блин, все забываю. Где у нас 7-zip? Ай-яй-яй-яй. Промахнулся. 7-zip. Install. Так, что у нас со звуком? А, у нас куда-то HDMI выход идет. О, все хорошо. Так. Работает. Теперь, что у нас тут? Убираем. Вайз мы поставили. Сразу удаляем. Хайбит инсталлер. Распаковать. И сразу можно его удалить. Останется папочка. OpenShell. Давайте. Далее. Согласен. Классик. Explorer не нужно. OpenShell оставляем. Здесь все остальное убираем. Обновление тоже не ставлю. Потому что там после обновления он подтверждение просит. И люди пугаются. Не понимают, что с этим делать. Поэтому не ставлю. Потом, в последнее время, еще корзинку делаю. Лимит на 2000 мегабайт. Для документов хватит. Крупные вещи, там типа фильмов. Это не критично. Можно и перекачать. Случайно они, как правило, не удаляются. Тем более, офисная машина. Там одни документы будут. И резервировать под них там 10, 15, 20 гигов. Но это глупость. Просто потом это копится, копится, копится. И тупить начинает. Но вот потому что это место, оно не используется. Точнее, винда думает, что... Ну, винда знает, что там есть файлы, которые она потенциально может восстановить. Получается, под корзину резервируется место лишнее. А это тоже влияет на производительность. Так. Collide. Collide, Collide. OpenShell поставился. А, давай нам скажи что-нибудь. Здесь я обычно вот в скин убираю прозрачность. Вот, чудненько. Далее, 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 в общем. Fastone. А, давайте 7-Zip настроим. 7-Zip. Вот он у нас тут. Правой кнопкой. Запуск от админа. Далее. Ну, смотрите, вполне, вполне, как бы, ноут себя чувствует отлично. Твердотельный диск и, как бы, куча задач решается сразу. Так. Открыть архив нормально. Распаковать архив нормально. Распаковать в папку нормально. Добавить к архиву. Ну, вот так остальные галочки можно поубирать. Применить. Так, все у нас тут вроде это все применили. Окей. Готово. Так, Fastone Image Viewer. Так, Collide, что ты нам там спросишь? Ну, DirectX файлы? Ну, давай, доставь их. Ладно, сейчас он их санета начнет качать. Так, или не начнет? Нет, начнет. Поехал процесс. Так, достаточно быстро. Fastone Image Viewer. Принимаю, принимаю. Там сейчас надо настройку сделать, чтобы он превью открывал в оконном режиме, а не в полном режиме. Так, давайте запустим его. Запуск от имени админа. Еще тут надо в панели в параметрах ПК можно в приложениях выставить приложение по умолчанию. Здесь настройки, настройки. Здесь вот сделать в режиме в оконном. Вот так. А из ассоциаций, наверное, у нас так или иначе перекинет. Вот это не надо. Оно сейчас тут же панельку и перекинет. Ага, все правильно. Просмотр фотографий. Fastone. Так. Веб-браузер, не знаю, давайте Chrome поставим. Переключится в любом случае, конечно же. Так. Дальше. Что у нас тут еще? Можно Edge, конечно, зарубить, чтобы он не грузился автоматом. Давайте попробуем, раз уж мы все оптимизируем. GPEdit MSC. Здесь у нас, по-моему, администрирование, компоненты Windows, Microsoft Edge. И здесь есть разрешить, разрешить, что-то разрешить. Разрешить Microsoft Edge запускаться. Включено. Запретить. Ок. И еще где-то было. Разрешить предварительный запуск Edge. Включено. Запретить предварительный запуск. Ок. Так. Выключили лишнее. Дальше. Что у нас еще? Ну, в принципе, Office можно в конце запустить, вставить. Или сейчас. Давайте сейчас поставим его, посмотрим. Так. Хромы нам не нужны. Chrome убираем, Sunzip убираем. Fastone поставили. Collide поставили. Ну, чтобы лишнее тут не мешалось. Firefox туда же. Так. Ну, давайте, Office пусть воткнется. Ставлю седьмой, потому что с ним никаких проблем и никаких активаций не надо. Вообще ничего не надо. Вот. Так. В то время как, даже если активировать какие-нибудь офисы более свежие, то у них раз в полгода активация слетает. Ну и, в общем, разные проблемы с антивирусами из-за активаторов. Короче, все это, все это не хочется делать, поэтому, поэтому седьмой блок документа открывает, блок запросов тут немного. Так, что у нас офис-то у нас? А, ну вот установщик винды, да, есть. Давайте я на паузу поставлю, пусть он проставится, а потом будем уже все удалять через, через Hi-Bit Uninstaller. Давайте так. Хотя, в принципе, я думаю, параллельно мы можем сейчас поудалять приложения, встроенные в винду. Вот оно, Windows Story Apps Manager. Здесь тоже много есть чего лишнего повыкидывать. RADON, AMD RADON Software. Что-то... А, ну да, у нас же Атлончик там. Так, Booking убираем, Dropbox убираем, HP Audio, Diagnostics, Prevacy, Saitnings, не знаю. Вот это Smart Support Assistant, Mcafee, MyHP, Яндекс.Музыка. Мне кажется, это тоже не нужно hardcore-диагностить, никто в жизни включать не будет. Prevacy Saitnings тоже. Quick Drop тоже, наверное, не надо. Можете написать там в комментах, что это за Quick Drop. Что-то, что-то, скорее всего, для переноса файлов, но вряд ли это кто-то вообще хоть когда-то в жизни запустит. Так, Cortana нам не нужна. Microsoft Pay, Sliter Collection, Story, белые страницы какие-то, whiteboard. Точнее, белая доска какая-то, не знаю. Мобильные планы точно не надо. Office нам не нужен. OneNote, не знаю, типа записные книжки. Никто не пользуется. Paint 3D оставим, Skype выкинем, стики оставим, Xbox, 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 Xbox. Можно все в помойку отправить. Ваш телефон тоже никто не пользуется. Хотя, может, с телефона что-то будут скидывать, подключать. Ну, вряд ли, скорее всего, для синхронизации контакта от листа или что-нибудь в этом роде. Не связано с передачей файлов. Так, Кино ТВ, люди. Кино ТВ мы коллайт поставили. Люди тоже не нужны. Музыка, грув. Ну, в принципе, стандартным плеером можно открыть. Пусть остается. Так, погода, смешанная реальность. Средства 3D просмотра. Советы убираем. Техническую поддержку убираем. Центр отзывов убираем. Ну, вроде все. Так, что у нас с офисом еще не приехал. Смотрите, уже приехал офис. Супер же, правильно? Достаточно быстро. Но это все спасибо нормальному твердотельному диску. Это вот все туда. Ставил бы обычный диск, это была бы просто задница. Тормозная задница. Так что, в принципе, вот для офисных задач, для учебы, вот такой вот у нас, там, Athlon Silver, какой он у нас, версия. Athlon Silver 3050U с твердотельником, даже на 4 гигах памяти, можно брать. Из 4 гигов памяти у нас осталось. Давайте посмотрим. У нас двухъядерный проц. Вот так вот, чтобы видно было. И память у нас, ну, в принципе, забита, да. Но это вот у нас браузеры тут что-то ставилось, установки какие-то были. Ну, в принципе, памяти, конечно, маловато. Но в целом, в целом 2.4 используется. 2.5 используется, 3.4 доступно. Плюс еще на видео память отъедается на встройку. Конечно, сюда бы еще 4 гига докинуть и будет конфета. Ну, даже если 4 гига докинуть, ну, будет это еще полторы тысячи рублей. Плюс открыть-закрыть. Ну, ладно, там, 2.5 тысячи рублей запоставить память. Вот. Но все равно это будет вполне нормальный ноут. По сути, в деньги-то в какие? Там, в деньги в 30... Ну, 26-27 тысяч. Вот. Даже 26. В 26 тысяч довольно нормальный ноут для учебы. Еще который с собой можно возить. Очень даже хороший вариант. И диск 250 все-таки не 120-ка. Вон, хюникс диск. Тут у него стоит. Со свежей Wi-Fi. В общем, здорово, здорово. Мне нравится, как работает. То есть, для этих денег он прямо отрабатывает эти деньги на все 100%. Так, ну что, настал Selected. Понеслась. Эти обычно быстро удаляются. Те вот чуть-чуть посложнее. А он не дает открыть. Жалко. Почему-то есть такой эффект у всех, у всех ноутбуков, которые есть. У всех, вот когда стандартный звук винды, он почему-то подхрипывает. Почему? Непонятно. У всех ноутов. Это никак не влияет на видео, на фото. Но все равно, вот стандартный звук винды, когда бам-бам-бам-бам, он периодически бывает какая-то хрипотца. Это странно. Нет, все удаляем. Ничего не сохраняем. Давай-давай, выпиливай. Сейчас выпилим, еще быстрее станет. Параметры панели задач еще хочу сделать. Так, а что у нас? Ну, всегда хромом открывает. Что тебе, браузер надо открыть обязательно? Так, выберите значки, отображаем в панели задач. Сейчас тут HP нам решил открыть браузер в обеззоловку после удаления какой-то своей дряни. Так, все, выберите значки, отображаем и сделал. Значки выбрал. Сейчас еще всяких Xbox наудаляем. Будет вообще здорово. Fastone, я думаю, пусть остается. Сейчас пока она удаляется, могу офис сюда вынести. Там, в принципе-то, нужен Word и Excel, чтобы найти могли. Не люблю длинные названия, обычно в коротенькой переименовываю. Здесь тоже самое. Вот так. Откроем, проверим. Ну, смотрите, достаточно шустро. Причем с нуля я их открываю, да, они как бы не в кэше, они в памяти. Достаточно быстро работают. Так что прям приятный проц. Вот эти сильверы можно брать. 30-50. Так, что у нас там дальше? Поудалялось? Автоматическая очистка. Давайте. Сейчас он тут остатки подберет, а там нормально, так, остатков 4830. Специально паузу не нажимаю, жду. Ну, чтобы вы понимали по производительности. Ничего не пропускаю, как есть, так и все показываю на видео. Ну, давай, давай, родной. А то я уже все сделал, что хотел. Так, все, отлично. Основное мы тут посносили. HP этот центр удалился. Теперь отсюда, что у нас по списочку. HP documentation не нужно. Connection optimizer. Не знаю, что он делает. MKF точно в помойку. 365 точно в помойку. OneDrive точно в помойку. Нам бы даже не платить. WebAdvisor тоже самое. MKF предустановлено. Я тоже не уверен, что его сейчас можно купить в отсутствии мастер-карты Visa на нашем рынке. Так. Uninstall selected. И скрывать оригинальные uninstallеры. И, в принципе, старт. HP documentation. А, может, ты уже удалился? Ну и ладно. Тогда нет, нажмем. MKF. Встроенного антивируса. За глаза достаточно. Удалить файл. Удалить все. Удалить. Удалить. Там подписка на 30 дней максимум. Ну давай, родной товарищ. Сносись, пожалуйста. Ну, все антивирусы, как правило, очень долго удаляются. Видите, тут стопроцентная загрузка была. Но это, когда я, видимо, диспетчер задач все-таки открыл. А так он даже не на полную 72-83. Ну, греется он прилично. Градусов 40-45. Я просто его сейчас потрогаю, как он тут по ощущениям. Но руку не обжигает, слава богу. Там у него техпроцесс, по-моему, у этих сильверов не очень мелкий. Был бы помельче, меньше бы кушали. Давайте, пока тут удаляется, и мы ждем. Можно вот так вот сделать. А это в другой уголок засунуть. Вот эти места греются. Здесь вот, в этой части. Снизу чуть менее горячие. Так, перезагрузить позднее. Давай дальше. Он устал, он устал. Удаляйте, пожалуйста. Опять загрузка 84%. Память 64%. Загрузка CP. До трешки, я смотрю, он разгоняется. 3.8, 3.7. Базовая 2.3 у него. Ну и память вот подъедается. Но, в принципе, у нас гиг всегда свободный. Даже побольше. Даже полтора гига пустых. Конечно, если окошек браузерный открывать, я думаю, это будет памяти съесться больше. Можем попробовать куда-нибудь. YouTube, карты, Gmail. Ну и память пошла вверх. Еще раз. YouTube, карты, Gmail. Ну, видите, даже при открытии... Сколько у нас? 10 вкладок, да? Ну, пусть они еще грузятся, конечно. Ну, даже при открытии 10 вкладок, в общем-то, не могу сказать, что на 100% мы все забили. Он еще при этом и uninstallit. Просто, конечно, тут, да, под сотку. Но это пока не догрузилось. Да и вполне шустренько они открываются. Как бы не могу сказать, что какие-то тормоза. В общем, ноут мне нравится. Это мое личное мнение. Ноут можно брать. Для учебных целей точно можно брать. Для рабочих целей точно можно брать. Не тупая вещь. Приятно работать. Да, не быстро, но в целом от каких-то мега скоростей тут от него и не ждешь, и не требуется. Работать приятно. Ну, вот, видите, почти 4 гига забили. А если еще 4 докинуть, будет вообще конфета. Так, закрываем. Все. Позакрывалось. Ну, видите, память на спад пошла. Все удалено. Закрыть. Давай дальше. М-кафе. Нет, спасибо. Давайте все поснесем лишнее. Готово. Так, ну и клинапов там, advanced не делаю. Просто чтобы минималочку почистил. Все, что осталось. Чистка остатков. Ага. Ну и все. Тут вроде аудио не будем трогать. Connection не знаю, что такое. Тоже не будем трогать. Память у нас сразу почистилась. Прост у нас 81. А кто его? А, Microsoft телеметрия грузит. Отлично вообще. Телеметрию, если я вспомню, можно через gp edit попробовать удалить. Сейчас, давно уже туда не лазил. Давайте попробуем телеметрию зарезать. Тоже административные шаблоны. Компоненты Windows. И здесь где-то есть... Где-то тут... О, нашел. Сборки для сбора данных. И вот здесь есть у нас... Позиция разрешить телеметрию. Сюда заходим. Здесь делаем включено. И здесь делаем безопасность только для предприятий. Вот так. То есть, если вы сделаете отключено, она все равно будет работать. Надо делать включено и выбирать безопасность только для предприятия. Таким образом, телеметрия будет минимальная. И я надеюсь, меньше будет грузить систему. Ну, и вот у нас спрос 14%. Ну, шикардос. Так, давайте теперь вас здесь клинером почистим. Привели ноут в божеский вид. Вот можно тут поставить запланирован. Например, ежемесячно и там день какой-нибудь. Ну, без разницы. Да, и вот время текущее поставить. В том, тыкать и запланировать. Все. Он у вас будет раз в месяц запускаться и все чистить автоматом. По такой схеме. Так, поиск. Сейчас почистим то, что у нас на текущий момент получилось. Так, теперь еще идем. Так, хотим закрыть. Age у нас уже не запустится при следующем старте. Мы же его отключили через gp-edit. Диск у нас один остается. Я хотел сходить только в загрузки. Потереть тут лишнее. То, что нам уже не надо. И корзинку туда же. У нас, видите, 4000 файлов. Один гик уже накопился, пока все это ставили. Делаем очистку. Все, закрываем, закрываем. Так, ну, в принципе, а что у нас еще? Все, больше ничего не осталось. Можем еще раз. Диспетчер задач. Да, кстати, очень часто люди паникуют. Пишут мне в личку и говорят, что Ой, у меня диспетчер, наверное, вирус майнер. Когда открывает диспетчер задач, 100%, а потом падает вниз. Короче, друзья, 100% это сам диспетчер задач. Когда он запускается, он грузит просто на 100%, а потом снижается, ну, как бы почти в ноль. Как сейчас. Так что не паникуйте. Имейте в виду, что если вы только открыли, то поначалу у вас, да, у вас диспетчер задач съел 100%. Вот, 100%. Потом оно падает вниз. Это нормально. Это не вирусы. Это не майнеры. У вирусов, у майнеров, у майнинг-вирусов, да, у них, как правило, другой алгоритм работы. Не так. Вот. Ну и, в принципе, смотрите, все у нас снизилось. Производительность тоже снизилась. Ну, в смысле, производительность. Здесь тоже загрузка ЦП снизилась. Памяти у нас половинка осталась. Ну, SSD почти не задействуется. Видеоах тоже почти не задействуется. В общем, можно еще, можно еще. Давайте такую вещь сделаем. Сейчас это все вниз перенесем. Давайте попробуем еще. Я скачаю утилиту, хво-монитор, и мы посмотрим, что там по температуре. Тоже есть ссылка на моем сайте, если кто боится через Google искать. У меня там есть раздел, по-моему, диагностика. Диагностика. Ну и смотрите, достаточно шустро. Вот браузингом я занимаюсь, захожу на сайте, и все хорошо. Так, а где у меня диагностика? Может, полезный софт? Так, это у нас, это у нас HV-info. А, вон она, диагностика, мониторинг. Да, да, и вот у меня здесь есть HV-info и HV-monitor. HV-monitor — это датчики. HV-info — это аналог АИДы, бесплатный. Показывает, что у вас в системе, какое железо стоит. Так что, в принципе, если вот мы перейдем сюда, мы сюда же и попадем на сайте. Просто путь будет покороче. Так. ZIP-версию. Не нужно нам ничего инсталлировать. Download now. Ну, давай, родной, обновляйся. Сейчас просто момент, когда он антивирусом проверяется. Распаковать. Это все позакрываем. И посмотрим, что у нас по нагреву. Ну, вот в простое, при том, что у нас, в принципе, сейчас в комнате играться 27. Достаточно жарко. 28. Это у нас твердотельник по ходу. 51 градус. Сам проц у нас 47. Но, видимо, чипсет греется чуть. Хотя нет, вот тоже 47. Но было 50. В простой 47. В общем-то, в принципе, производительность. А, ну тут еще, видите, антимейлвайр сервис включился. То есть у нас сейчас еще и проц, по сути, загружен. И при этом 54 градуса. Ну, вот он поднял с 47 до 50. Атимейлвайр сервис тут запустился от винды. Ну, типа проверка на вирус периодическая. В общем, 52, 51. Вполне, вполне нормально. 54. Не критично. В общем, нормальная температура. Да, он, да, он тепленький. Но на улице жарко. Для работы пойдет. Для этих денег, тем более, вообще красота. Так, ну, в общем-то, наверное, и все на сегодня. Могу еще попробовать выдернуть питание. И посмотреть, что он нам покажет. Покажет ли он нам, сколько осталось в часах. Но не факт. Может, через какое-то время. Средний вариант улучшен. Оптимальная производительность. Ну, где-нибудь так и оставим оптимальную производительность. Если учесть, что ноут с собой будут возить. Пусть у них будет какой-то средний вариант. Сейчас еще поставлю на паузу, пока вам видео подожду. Пару минут, если не проявится, тогда и все, закроем на этом деле видос. Потому что иногда ноуту или винде требуется время, чтобы посчитать, сколько у нее осталось при текущей нагрузке. Допустим, откроем Word. Ой, а что это он тут решил? Пооптимизироваться внезапно. А, это, видимо, потому что старый офис... Другой офис, там, 365-й удалили. Вот так прикол с Excel-кой. Что ему не нравится? Ну, ладно, и что сейчас переустановим. Может быть, из-за того, что офис я более новый сносил позже, чем ставил этот офис. Может, надо было просто наоборот. Может быть, утилита, там, что-то снесла из 2007-го офиса, поэтому ему приходится перенастраиваться. Ну, ладно, это уже отдельный вопрос. Мы же тут смотрели производительность. Хорошо, что залез проверить. Тоже хорошо. Топ-клиент позвонил, пришлось допиливать по удаленке. Кстати, я думаю, еще и не деск поставить. Куда-нибудь вынести. На рабочий стол. Пусть лежит. Чтоб потом человеку не объяснять, куда зайти и что скачать. Там люди не особо продвинутые. О, Excel-ка завелась. Хорошо. Сейчас попробуем. Word еще раз. Ну, все нормально. Он сам себя обновил. Видимо, из-за того, что все-таки офис 365-й удаляли позже, чем ставили этот. И он там что-то зацепила. Программка удаления наш там, почищала остатки. Все нормально. И не заняло много времени. Так, а что у нас с загрузками? Где наши загрузки? HomeMintor вижу. А можно еще так попробовать. Сохранить ссылку как? Это в том случае... А, почему HTML? Скачать. Скачать, блин. Он скачать туда что-то перетаскивает. По-дурному как-то. Когда жмешь скачать, он тебе выводит по центру скачать. А ты туда жмешь, не понимаешь, почему оно не качается. Не очень по-умному сделано. Сейчас вот его антивирус проверяет, поэтому загрузка никак не закончится. Как раз момент проверки антивирусов. Так, ну все. Антивирусом. InDesk перекидываем. Что он какой-то без значка? Во! Так гораздо лучше. Да и ладно, пусть в загрузках тоже остается. Где-нибудь да найдут, если сотрут с рабочего стола. Долго что-то, долго-долго. Ну вот все, вроде сконнектился. Работает. Супер. Не хочу. Все, второй раз не будет спрашивать. Или он назойливый? Нет, второй раз не будет спрашивать. А, все равно спрашивает. Ну ладно. Не критично. Файлик тут создает свой временный. А, сейчас видимо сам удалится. Давай, удаляйся. Ладно, это уже все несущественно. Я думаю в целом, да, вот сам удалился. Я думаю в целом вы поняли производительность ноута и мою к нему оценку. Надеюсь видео было чем-то полезным. В общем, ноут мне понравился. В цену 25-26 тысяч. Это прям бомбический вариант. В общем, на сильвере с твердотельником, даже при 4 гигах памяти, можно вполне такие ноуты брать. И пользоваться ими это не будет противно. Тем более, у него такой набор портов. И LAN даже есть. Время жизни, правда, не знаю. Осталось 100%, видите, он так и не пишет. Видимо, не настолько умный, чтобы писать в часах, в минутах. А зарядку я из него выдернул уже минут 5 назад. Все, друзья. Спасибо, кто меня смотрит. Лайки, подписки. Есть телеграм-канал, есть группа в телеге. В общем, в описании под видосом все это есть. Так что заходите, смотрите. Все, друзья. Отключаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok